Африка в средние века Африка в средние века развивалась очень неравномерно. Сама природа разделила этот континент на две неравные части. В северной части, прилегающей к Средиземному и Красному морям, с глубокой древности, возникали очаги цивилизации. Именно здесь зародилась и достигла расцвета древнеегипетская цивилизация. В Северной Африке основывали колонии финикийцы и греки. Они были неотъемлемой частью Древнего Рима, Византии, Арабского халифата. В VII веке арабы захватили все побережье Северной Африки до самой Атлантики, подчинив местные племена берберов. Земли к западу от Египта арабы называли Магрибом, то есть западными землями. Здесь процветали огромные города, такие как Фес и Танжер. Создавались замечательные памятники мавританского зодчества. От арабских городов Средиземноморья на юг через пустыню Сахара вели древние караванные пути. Это были пути в другую Африку, которую называют Черной или Тропической Африкой. Арабы называли ее Белат-Ас-Судан, Страна Черных или просто Судан. Ныне Суданом называется страна на северо-востоке Африки, но прежде арабы называли так всю территорию к югу от Сахары. В этой части континента жили негритянские народности, говорившие на разных языках, их насчитывалось в Африке несколько сотен. Исследования ученых доказывают, что и в этой части континента человечество многого достигло, ведь перед африканцами стояла труднейшая задача – освоить обширное пространство, мало приспособленное для нормальной жизни человека. Плодородных земель в Африке очень мало. Подавляющую часть ее занимают пустыни, малоплодородные саванны, тропические леса. На огромных территориях людям угрожает малярия, а домашним животным – муха-цц. Кроме того, свои ограничения для занятий людей представляла и изнуряющая жара. Находясь в неодинаковых природных условиях, народы Африки и развивались по-разному. Обитатели тропических лесов, такие как низкорослые пигмеи, занимались охотой и собирательством, а к северу и к югу от них, в саваннах, жили земледельцы и скотоводы. Хозяйственная жизнь африканцев находилась в равновесии с природой, обеспечивая нормальное существование племени при минимальных затратах труда. На рубеже нашей эры многие народы тропической Африки освоили технику производства орудий труда и оружия из железа. Использование железа и другие усовершенствования позволяли получать более высокие урожаи и делать небольшие запасы зерна. Появилось больше возможностей для разделения труда и развития ремесла. По древним торговым путям, соединявшим Магриб с тропической Африкой, арабы вели прибыльную торговлю. Особенно привлекал их изобиловавший золотом Западный Судан, земля, расположенная между Сахарой и Гвинейским заливом. Помимо золота торговали и другими товарами, солью, скотом, продуктами земледелия, слоновой костью. Вместе с арабскими купцами в Западный Судан проникал ислам. Раньше всего его принимали правители и их приближенные, а также жители крупных торговых центров. С исламом сюда проникала и блистательная арабская культура. Строились мечети и медресе, привозились книги. В то же время простые земледельцы и скотоводы еще долго сохраняли свои прежние верования. Религиозные различия усугубляли растущее общественное неравенство. Вдоль торговых путей выросли крупные города – Тамбукту, Гао, Дженни и другие. Их правители богатели, взымая пошлин из купцов. Их власть над соплеменниками постепенно усиливалась, а подвластные им территории расширялись. Перед государственной властью вставала задача примирить различные интересы городов с их купцами, чиновниками и растущим стремлением к накоплению богатств. И деревень, где неравенство проявлялось гораздо меньше. Государи жили во дворцах, окруженные придворными, чиновниками и воинами, и все более обособлялись от своего народа. Их власть считалась священной. Исполняя обряды, они выступали в роли посредников между своим народом и богами, покровителями племени. Самым древним государством западного Судана была Гана, расположенная в верховьях рек Сенегал и Нигер, и столь богатая золотом, что титул ее правителя переводится как «хозяин золота». Огромные доходы царей Ганы позволяли им содержать пышный двор и огромное войско, и держать в подчинении большую территорию. Расцвет Ганы относится к X-XI векам, но затем она ослабела и в XIII веке была захвачена соседним государством – Мали. Пик могущества Мали приходится на вторую половину XIII – первую половину XIV века, когда земли, подвластные правителю, протянулись с запада на восток почти на 2000 километров. Торговля золотом и его добыча приносили фантастические доходы. В это время давно известное месторождение золота в Европе и на Ближнем Востоке – Оскуделе, и именно из золота Мали в странах Магриба чеканились деньги, обслуживавшие весь арабский мир. Особенно прославился своими богатствами Манса – титул правителя. Муса – 1312-1337 года, бывший ревностным мусульманином. Совершенный им в 1324 году хардж в Мекку, видимо, может считаться самым дорогостоящим путешествием в истории. В пути Мансу сопровождали тысячи воинов и рабов, а на дорожные расходы караван верблюдов вез 100 тюков золотом, весившим около 12 тонн. Когда любимая жена Мусы посреди Сахары изъявила желание искупаться, для нее за ночь выкопали бассейн, наполнив его водой из бурдюков. В Каире и Мекке Муса потратил столько золота, что надолго подорвал местную денежную единицу. Зато Восток надолго сохранил память о богатстве и могуществе малийских владык, а связи Мали с другими странами ислама укрепились. На северо-востоке Африки, на Эфиопском Нагорье, где в большом горном озере Тана рождается Голубой Нил, расположена Эфиопия, которую европейцы прежде нередко называли Абиссинией. В первые века нашей эры здесь процветало древнее Аксумское царство. Уже в IV веке Аксумский царь и его приближенные приняли христианство, проникшее сюда из Египта. Позже правителям страны удалось отстоять его в борьбе с исламом. Однако само Аксумское царство распалось на отдельное княжество, которое вели между собой ожесточенную борьбу. Лишь в XIII веке в Эфиопии возродилось сильное государство, правители которого именовались Негусами, то есть царями. Европейцы нередко прилагали к ним титул императора. Негусы возводили свою династию к библейскому Соломону. В ходу была легенда и о союзе двух императоров, эфиопского и римского, разделивших между собой весь мир. Объединение страны не было прочным, нередко вспыхивали усобица, особенно опасная в условиях постоянных угроз со стороны мусульманских соседей. Нуждаясь в союзниках против ислама, Эфиопия в XV-XVI веках ввела с этой целью переговоры со странами Запада. Ее делегация принимала участие в работе Феррара Флорентийского собора, обсуждавшего вопрос о церковной унии между западным и восточным христианством. Эфиопское христианство довольно близко к православию, хотя развиваясь в иных условиях оно было своеобразным. Многочисленное духовенство пользовалось большим влиянием, ему принадлежала треть всех обрабатываемых земель. Любопытно, что христианская церковь Эфиопии долго запрещала употребление кофе, родина кофе именно Эфиопия, зато кофе быстро переняли в Аравии, где такого запрета не было, а потом и в других странах. По мере распространения христианства в Эфиопии строились церкви и монастыри. В монастырях развивалось летописание. Здесь переводились на местный язык многие произведения древних и средневековых авторов. Причем в некоторых случаях оригиналы произведения не сохранились, и ученые знают их содержание только благодаря эфиопскому переводу. С XII-XIII веков начинается расцвет эфиопского искусства. Высекались из камня церкви и украшались великолепной резьбой, а внутри расписывались фресками и украшались иконами. Развивалась книжная миниатюра. Кроме Магриба, арабы активно проникали на восточные побережья Африки, где вели прибыльную торговлю с местными жителями. Однако вглубь страны арабским купцам редко удавалось проникнуть. Там существовал свой мир, о котором приезжим было мало что известно. В XV веке на юго-востоке Африки между реками Замбези и Лимпопо возникло огромное государство. Арабы называли его Мономатапа, хотя на самом деле это был искаженный титул правителя страны Мвене Мутапа, что значит хозяин рудников. Месторождение металлов, прежде всего золото, а также слоновая кость составляли главное богатство страны и привлекали арабских купцов. В обмен на золото и слоновую кость арабы ввозили в страну ткани, керамику, фарфор, бусы и безделушки. Потребителями этих товаров были правитель и знать. Чтобы приобрести их, правитель увеличивал налоги с подданных, для которых эти товары были недоступной роскошью. Так развитие внешней торговли способствовало расслоению общества. От столицы Мономатапы Большого Зимбабве сохранились лишь развалины. Но и в таком виде стены так называемого Акрополя на холме Зимбабве не перестают изумлять археологов, ведь они достигали высоты 10 метров, свидетельствуя о высочайшем уровне строительной техники. До недавнего времени о древних государствах Африки и их культуре было известно очень мало. На то имелись свои причины. Большая часть Африки долго не знала своей письменности, а богатейшей устной традиции, рассказам стариков, хранившим память о прошедшем, ученые уделяли мало внимания. Помочь в этой ситуации могла бы археология, но в условиях тропического климата очень многое не сохранилось до наших дней. И все же вполне очевидно, что Африка сыграла во всемирной истории важную роль.